Мне просто интересно, как дело-то у нас сложится с авиацией, историей и медициной? Лет так 27 назад туда еще можно было бы поступить, 22 года назад – нет. Каким макаром нам развернуть поколение ушедшее на поколение будущего? Ну, раньше-то было проще. Мы хотели становиться и служить СССР, что сейчас. Как надо развернуть мир, чтобы мы вернулись на круги своя? Если обратно уже никак, то почему бы и не методы другие? Квартиры, дома, зарплата и в 10 раз больше чинушей. Пенсия, естественно, только нормальная. А что не так-то? А, вы чинушей любите, а я люблю тех, кто работает. И продлевает нашу жизнь, и показывает историю, и грамотно возит нас, и летает в космос. К слову, о космосе. По сути, космос – это наше будущее. Взять, к примеру, реально больных людей. Длительная заморозка, а затем результат. А это если мы не думаем о проколах времени и бытия. Этим надо жить и к этому стремиться, а не показывать дебилизм отдельных индивидуумов нашего общества. Мы навоевались, по сути. А вот теперь мы говорим все-таки о космосе. Но космос был бы ничем без авиации. Да, мы круто развернулись и развернемся еще и далее, и будем летать, используя электричество. С этим надо жить. И это помнить должен каждый. А для них у нас история. И, к слову, в этой истории у СССР явная и самая лучшая составляющая. Мы первыми запустили спутник. Мы первые отправили человека в космос. У нас была первая космическая станция. Об этом надо знать и гордиться за нашу родину. Теперь вопрос другой. Как нам сохранить наше лидерство? И это тема для нашего правительства. Ну, а пока мы показываем то, что у нас есть вот этим мелким человечкам, которые всего лет через 11 смогут летать и сами. Человек вспомнил и научился летать. Эта ракета может по-настоящему летать. Это не просто бумажная ракета. Это макет настоящей космической ракеты. Из чего она состоит? Из вот этих ступеней, которые заряжены, сюда подводится электрозапал. Загорается огонь. Огнем ракета отталкивается от земли. Летит в атмосферу. Вот эти ступени отстреливаются и толкают ракету еще выше. Остается вот там, видите, цилиндр внутри, да? Это называется маршевый двигатель. Он продолжает двигать ракету дальше. Здесь тоже горит топливо. Ракету двигает дальше. Ракета вылетает уже в космическое пространство над Землей. И тогда отстреливается и маршевый двигатель. Он сгорает в атмосфере. Остается вот эта часть ракеты. Она уже корректирует, то есть исправляет путь ракеты над орбитой. И остается только вот этот модуль. Здесь, посмотрите, вот это иллюминатор. Здесь сидит космонавт. В этом тормозном модуле шарик, в котором сидит космонавт. Он выполняет свой полет над Землей по орбите вокруг Земли. И когда ему нужно приземлиться, вот этот тормозной модуль, он тоже, он выбрасывает космонавта. И космонавт приземляется. Вот это у нас все сгорело. И космонавт у нас приземляется на парашюте. У нас есть время. Так покажите нам события. Времени немного. Но очень хочется, чтобы и в моей жизни мы были и на Луне, и на Марсе. А может быть и отправимся к другим мирам. Я, конечно, понимаю научную фантастику, данную нам в кино и телевидении. Но любая наука станет лучше, когда ее подтвердят. И эта мысль правильная. Развернув деньги олигархов, и лучше, и правильнее вложиться в будущее. А может быть я и не прав. И история нам об этом покажет.